Уже второй год ученики школы номер 3 города Черкеска вынуждены в связи с ремонтом посещать уроки в других школах. Но в гостях, как говорится, хорошо, а дома все же лучше. И родители учеников, да и общественность города обеспокоены темпами ремонта. Чтобы расставить все точки над «и», с выездным мониторингом в школу посетили члены Общественной палаты Республики вместе с представителями профильных министерств, мэрии Черкесской и общественности города. Работа только начата, поэтому каких-то окончательных выводов для охраны, стремление подрядчика сделать хорошо и качественно есть, видно по всем подходам, хотя недостатков немало. Хотя на первый взгляд до завершения работ еще далеко, руководитель проекта заверил всех присутствующих, что к первому сентября ученики школы вернутся в родные стены. Демонтажные работы по большому счету уже завершены. Идет отделка этажей, штукатурка, шпаклевка, покраска. Сейчас некоторые моменты, ну сами понимаете, что в процессе работы возникают моменты, которые нужно доработать. Вот где-то стяжку снять, по-новым стяжку сделать, выравнивание делать. Где-то стены по ходу, мы выяснили, что в аварийном состоянии их убираем, демонтируем, делаем новые перегородки. Члены Общественной палаты обратили внимание подрядчика на соблюдение строительных норм, правил и соответствия проектной документации. Более того, они сделают запрос в Министерство строительства и ЖКХ КЧР по отсутствию пояснительной записки к проектной документации и паспорта отделочных работ. Мы увидели, что работы ведутся, что они не стоят уже хорошо, уже большой плюс. Во-первых, мы увидели, что подрядчик заинтересован и готов к работе, и нам обещает, и говорит, что он четко выполнит 1 сентября, что мы и проверим. Отметим, что мониторинг капремонтов не ограничится одной лишь третьей школой. Планируется осмотреть все школы республики, где идут работы. И уже по результатам мониторинга будут вынесены соответствующие решения. Беслан Туаршев, Ливан Задзами, Архиз-24.